Я же тебе говорил, Артём, не надо мне в Роблокс проигрывать! Да блин, Сафик, я так уже целый час бегу на улице Каладрыга! Можно я в салон зайду? Нам ещё так километр бежать! Так что больше не будешь мне проигрывать, понял? Всем привет, дорогие друзья! С вами Артём Маришнев! И дело всё в том, что я Сафику 1, 2, 3, 4 в Роблокс проиграл! Купец, тут холодно! На 5 миллионов выйдет клип, кстати! А сегодня мы приехали подснять для вас на дрон Дим Димыча! Потому что нам рассказали, что он обитает именно здесь! Кстати, вот видимо его логово! Вау! Артём, давай оденься, всё! Сейчас заболеешь! Нельзя так долго при холодных температурах находиться на улицу, даже если морж! Да я привык на самом деле! Я уже 3 часа за машиной бегу! У меня только вот пальчики чуть-чуть замёрзли, а так нормально! Иди оденься! И давай снимать ролик! Больше никогда не буду с тобой в Роблокс играть! Вечно ты дурацкие желания загадываешь! Ух, как в курточке-то тепло! В капюшоне вообще уши не мёрзнут! Конечно, в трусах-то бегать перед машиной! Фиксики! Мой любимый мульчик! Я этот мульчик прям все серии посмотрел! По телевизору помню, когда его показывают! У меня всегда прям целый праздник на весь день! Это да! Ребята, а вы знаете Дим Димыча? Это мой самый любимый персонаж! Он самый крутой! Ну, клёвый! Ничего он не самый крутой! Самый крутой это Нолик! Какой он крутой? Он в Болт превращается! Это разве круто? Ну и что? Болтик крутой персонаж! Чем он круче Дим Димыча? Ну, он хотя бы человек! Болтик не умеет кататься на крутом борде! Дим Димыч такого не умеет! Слушай, ну у всех разные взгляды! Пускай решат наши подписчики! Кто прав? У кого персонаж интересней и клёвей? Ребята, напишите в комментариях прямо сейчас, кто круче? Дим Димыч или Нолик? Или даже можете написать не кто круче, а кто вам именно больше всего нравится! Вот какой персонаж из фиксиков ваш самый любимый? Мой Нолик, а у Сефика это... Дим Димыч! Дим Димыч, а какой любимый персонаж именно твой? Только про нас не писать! Мы и так знаем, что мы самые ваши любимые, но мы в фиксиках не снимаемся! Давай, пока они пишут! Мы запустим дрон и посмотрим всю локацию вокруг! А то тут такое огромное здание! Непонятно, что вообще рядом! Ладно, чтобы не спугнуть Дим Димыча, отправим в воздушную разведку! Какой здоровенный домища! Обалдеть! И самое интересное, что он на берегу Финского залива! Вот зачем Дим Димычу такой огроменный пруд? Огромный, реально, Артём! Давай попробуем самому заливу слетать, вдруг там есть что-то интересное! Там, по-моему, кроме льда и воды ничего интересного быть не может! Ну, давай! Прям место, где живут белые медведи! Бескрайные снежные поля! Только глянь, как же это круто! Там даже конца не видно, понимаешь? Прямо тишь да гладь! Да! Не, ну здесь мы вряд ли что-то найдём! Ну, может быть, каких-то животных снежных сможем рассмотреть, а? Ты думаешь, какой-нибудь снежный кабан? А у нас моржи, бывают моржи или пингвины? Эээ, нет, у нас далеко до них! Да? Да! У нас другая флора и фауна! Обалдеть, Артём, сколько здесь льда! У меня даже в морозилке столько не наберётся! Причём вот самое интересное, что лично для меня не особо понятно! Здесь есть одна большая труба, главное! А вот есть крыша, где много-много-много маленьких труб! Да! Если посчитать, то их там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать! Двенадцать труб! Либо там двенадцать каминов, вот есть одна большая в самом конце! Да! А на ближней крыше... А на самом, наверное, отопительная! А на ближней крыше целых двенадцать! И окошек-то сколько много! Подожди, а ты не заметил вот эти следы? Посмотрите, здесь какие-то синие следы! Капец! Если присмотреться, есть самая главная дверь, откуда мог выходить Дим Димыч! Вон она! Он шёл куда-то за угол! Ты уверен, что это следы Дим Димыча? Я постараюсь опустить камеру, чтобы поближе рассмотреть, какая именно у него форма ноги! Если присмотреться, то она больше на капельку похожа, не похожа на человеческую ногу! Если отлететь вдаль, то видно, что Дим Димыч вышел из главного входа, обошёл здание и зашёл в другую дверь! Ты уверен, что это Дим Димыча не другой какой-то персонаж? А может, это вообще охранник? У меня просто мультик фиксики ассоциируется с синим цветом! У Дим Димыча, конечно, другая одежда, но как будто бы следы, как в мультике в каком-то! Возможно, он для нас какую-то подсказку, пасхалочку оставил! Артём, у меня есть предположение, что здесь вообще не фиксики обитают! Нужно найти какое-то ещё подтверждение! Подтверждение, что они здесь вообще есть! Следов недостаточно для подтверждения, что здесь живут фиксики! Вот, иду прямо по следу! И он заходит вот в это здание! А здесь есть граффити какое-то! Сафик, ты посмотри, что это за знак такой, пальцами белыми! Так это же знак фиксиков тыдыщ! Я очень много смотрел фиксиков, и я не помню, чтоб там было это изображение! Артём, это же в главной песне поётся! Есть у них условный знак, сделал я случайно! Нужно пальцы сделать так, только это тайна! Да я заставки всегда пропускаю, песни эти тоже! Не помню я такого, ей-богу! В общем, это доказательство того, что здесь точно были фиксики! А как ты пальцы делаешь? Вот так? Нет, вот так! А, вот так! Ну, почти! Вот так вот нужно! Во, во, вот так вот! Вот это знак фиксиков, да? Ты издеваешься над нами! Во, знак фиксика! Слушай, сложный какой-то знак! Зачем вообще так пальцы складывать? Вот если так пальцы сложены, даже лайк нельзя под роликом поставить! Как нельзя? Ну, так не получится! Обычно-то ты сидишь в телефоне вот так вот, управляешь двумя большими пальцами! А когда у тебя так пальцы сложены, ты ничего не будешь! Каким пальцем тебе нужно это сделать? Ну, давай средним попробуем, вот этим! Хорошо! Так, захожу на канал, вот ролик последний! И вот, смотри, вот знак, ребята! Пам! Вот лайк поставил! Только один процент, ребята, на планете Земля может поставить лайк вот таким знаком! Попробуйте, есть ли вы в этом одном проценте или нет? Или вы в обычных девяносто девяти процентах? Все, что нужно сделать, чтобы проверить свои умения, это сложить пальцы... Вот так! В знак фиксика у меня это не получается! И попробовать вот этим средним пальцем зайти на наш канал и поставить лайк под этим роликом! Если у вас получится, то вы челлендж прошли! Сафик говорит, что один процент людей только так может сделать! Да, ребята, я хвастаюсь, что я один такой из одного процента! Посмотрите все мои фотографии за все года! У меня вот так вот пальцы, ребята, потому что я умею делать этот знак! Мы пошли по следам в одну сторону и увидели, что это ведет к знаку фиксиков тыдыщ! А если пойти в другое направление, откуда следы только начинались? Возможно, что мы сможем залететь прямо в здание! Главное, не навернуть дрон! Видишь, он пищит, потому что рядом много преград! Рядом со следами что-то лежит! Оно такое маленькое, еле-еле видно! Это же болтики цветные! Это фиксики! Ничего себе! Я так близко их снимаю! Смотри, там есть и желтый, оранжевый, синий и фиолетовый! Ничего себе! Вот это вот круто! Странно, что фиксики лежат прямо на снегу! Да! Они же с Дим Димычем друзья! Там что-то с дроном! Нет, это GPS! А сейчас отлечу! Давай, отлетай назад! Потом нужно обязательно этих фиксиков подобрать! Они на холоде валяются! Отлетай, отлетай, Артем! Я аккуратно! Вдруг какая... Что это? Это Дим Димыч! Давно у нас ведь! Видимо, мы не правы были, Сафик! Видишь, он идет подбирать своих друзей! Я не верю своим глазам! Это реально он, ребята, в реальной жизни! Мы сняли Дим Димыча на наш трон! Может быть, он нечаянно их выронил? По случайности, и все! Вот, подобрал их и... Играется! Слушай, ну, а что он так с ними играется? Как будто он над ними издевается! Может быть, Дим Димыч злэмст... Он кидает! Отлетай, 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 Артем! Ай, ты чего? Ты чего? Не-не-не-не! Ты куда? Он убегает! Иди сюда! Иди сюда! Сейчас я за ним полечу! Не-не-не-не! Не надо, не надо, не надо! Это опасно для нашего дрона! Артем, кто-то из нас должен пойти туда, чтобы разузнать, что с ними произошло! Да он какой-то прям неадекватный, Сафик! Если тебе так кажется. Своих друзей оставил на снегу лежать. Нужно с ним поговорить, и тогда мы точно узнаем всю правду. Я попытаюсь, конечно, но ты прям наблюдай внимательно. То есть ты меня посреди всего леса оставишь одного? Ну ладно, давай ты пойди. Не, ну. Ну давай ты пойди. Да я не страшно, давай иди. Я разберусь со своими проблемами сам. Все, ребята, наблюдаем за Артемом. Главное, чтобы на Артема не накинули никакую сетку из окна. Поэтому мне нужно следить и за окнами тоже. Вот. Именно его он кинул в наш дрон. Это же Мася. Фиолетовый болтик Мася. Он прямо ей кидался по нашему дрону. Замерзла, наверное, бедняжка. Давай отогревайся. А это Нолик. Вот. Он его тоже кинул в наш дрон. Они все во льду. Я прям чувствую, как им холодно и больно. Не переживайте, ребята. Сейчас мы вас отогреем. Где ваши друзья? Ага. Туда. Вон валяется Фаер и Симка. Их он в нас не кидал. Вот красненький Фаер. А вот оранжевый Симка. Четыре фиксика у меня на ладошке сейчас. Но они совсем замесли. Бедные ребята. Они даже, наверное, превратиться не могут и разговаривать. Посмотрите на этих парней. Если бы вы лежали на снегу так долго, вы бы тоже окалели. Давайте уберем их в кармашеку. У меня там как раз тепло. Наберете сил и сможете превратиться. Вон он, Тим Димыч. Вышел из своего логова. Он взял доски и куда-то их понес. Он что, строит себе какой-то новый домик? Нужно сейчас за ним проследить. Вон, за угол куда-то пошел. Куда он их несет? Как будто бы он чуть меня не спалил. Дурацкий насморк. Надо же было Сафику в этот роблокс проиграть. Конечно, в трусах бегать три часа на таком морозе. Можно и простудиться. Чуть не спалился из-за этого перед Дим Димычем. Это что это он там заколачивает? Проход на второй этаж. Раз он блокирует этот вход, наверное, он там кого-то в заложниках держит. Либо кого-то охраняет. Там наверняка что-то секретное и очень интересное. Уходит. Сейчас-то я и посмотрю, что он тут наделал. Нифига. Крепко. И как через вот это вот я смогу пройти на второй этаж? Наворотил тут блин. Может, у Сафика есть какая-то идея? Сафик, прием. Ты здесь? Да, да, Артем, я тут. Слушай, я тут нашел место, которое Дим Димыч заблокировал. Он столько тут досок наколотил. Там наверняка что-то суперское и интересное. Но я никак не могу туда попасть. Так а чем он колотил? Может, найдешь какой-нибудь предмет? Может, там топор где-нибудь есть? Или еще чего-нибудь? Ну ладно, сейчас попробую поискать. Пока что, ребята, никого не видно. Артем уже минут 10 находится в этом здании. Уже немножко начинает темнеть и становится страшно. Блин, интересно, там еще одна тропинка. Но следы не такие явные. И они ведут прямо туда к озеру. Интересно, а смогу ли я в этом лесу увидеть медведя? Пока Артема нет, вдруг к нему Мишка сможет зайти какой-нибудь. Подожди. Вы это видите? Дим Димыч куда-то идет. Нужно быстрее передать это Артему. Артем Дим Димыч уходит. Нет, куда же он идет? Может, воды набрать или еще чего-то? Ну ладно, буду смотреть в оба. Дим Димыч, ты здесь? Как страшно-то, ребята. Ладно, когда к нам кто-то на студию приходит. Но вот по этим заброшкам ходить только за 80 тысяч лайков. Вот что это такое? Тут есть проем. И все забетонировано. Это тоже Дим Димыч сделал. Зачем заделывать проход? Я не понимаю. А это лестница, которая ведет ни в никуда, в потолок буквально. Видимо, он тут затеял прям основательную перепланировку. Рисунок? Это же настоящий Нолик. Прямо во всю стенку. Хе, давай пять. Ты у меня пока тут в кармашке обогреваешься. Только почему он перечеркнутый? Они с Дим Димыч наверняка поругались. Зачем делать рисунок, где Нолик полностью вот так вот красной полоской? Он что-то имеет против фиксиков? Или фиксики себя плохо вели и что-то ему сделали? Вот бы разобраться во всех этих секретах. Надо найти что-то, чтобы вот прям подпереть хорошенько. Камень не подойдет. Вот где мне здесь найти молоток-то? Дверь какая-то. Закрыто. Выключатели всякие. Плохо, хорошо. Как туда попасть? Во, какой-то пульт есть с циферками. Только, наверное, давно не работает. Электропитание-то перебито. А как тогда она держится? Посмотрите, здесь просто замотано. Большое помещение. Большое помещение. Зачем таки? Эй! Нет! Эй! Меня закрыли! Дурацкая теперь! А кто это мог быть? Кто меня закрыл здесь? Нужно попытаться найти выход. Интересно, как думаете? Рация возьмет здесь? Это как будто бы бункер. И выхода, кажется, нету. Окошки закрыты. Что же делать, а? Как я мог так сглупить? Зачем вообще заходить в скрытое пространство, если я один? А если Сафику набрать? Эй, Сафик, слышишь меня? Прием! Сафик! Сафик, прием! Не слышит меня. Связь не берет вообще никак. О, монтировка. С помощью этого можно открыть дверь, которую заколотил Дим Димыч. Только сначала бы открыть дверь, которая меня закрыла. Попробуем как-нибудь поддеть аккуратненько, чтобы у меня получилось. Не открывается. А если замок попробовать? Она же шатается. А почему не открывается? Сейчас запихну. О, получилось! Да! Посмотрите, какая толстенная дверь. Вы когда-нибудь видели настолько толстую деревянную дверь? Здесь же сантиметров 15-20 толщины. Но я открыть смог. Фу, сейчас, наверное, и связь появилась. Сафик, а потом вызову, когда это будет необходимо. Сейчас я и без него справился. Фу, здесь это было. Вот то, что он тут понастроил. Посмотрим, как это выдержит перед этим. Давай, сейчас... Получается! Я смогу полностью эту штуку открыть. Ну-ка. Так легко все выходит. Сафик, я здесь монтировочку нашел. У меня получается открыть этот проход. Артем, Дим Димыч возвращается в дом. Будь внимателен. Дим Димыч сюда идет. Артем... Хорошо, понял тебя. Он слышал информацию. Он прям в дом зашел. Главное, чтобы Артема такими громкими криками не услышал Дим Димыч. Нужно, нужно скорее бежать. Где он тут? Нужно срочно где-то спрятаться. Бегом, 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 бегом. Смог оторваться от этого зверя. Нужно от него понадежнее спрятаться. Вы видели, какие у него глаза бешеные? Если он меня найдет, то это кренты. Висит что-то. Рюкзак фиолетовый. Это же рюкзак Дим Димыча настоящий. Как думаете, что-то внутри лежит? Футболка Дим Димыча. Он в такое вот прям ходил в мультики. Тут будет изображение, как она выглядит. Сверток. Наверное, заклинания какие-то. Это же поочередно все фиксики. И они уже никак на граффити. Там был только нолик перечеркнутый. Они все. Это первый рисунок. Это нолик. Видимо, он тренировался, чтобы нарисовать то граффити. Это его черновика на бросок. А это файер. И тоже зачеркнутый. За что же так Дим Димыч теперь ненавидит фиксиков? Если здесь рюкзак Дим Димыча лежит, значит, он сюда еще придет. Повесим его, как будто бы ничего не было. И осмотримся получше. Это что? Его комната. Рюкзак, конечно, совсем рядом. И Дим Димыч может меня найти. Но я вам не могу ее не показать. Это же рисунки, которые у Дим Димыча в комнате висели. Я прям помню, когда мультик смотрел. Именно эти изображения там были. А сейчас они настоящие. Вон его стол. Даже ковер есть. Место он себе неуютное выбрал. Вообще не похоже на комнату из мультика. Микроскопик тут есть. Опыты, наверное, проводит какие-то. Всякие разные. Круто, конечно. Ноутбук. А почему песочные часы уже идут? Это как-то странно. Он что, недавно здесь был? А на сколько они времени? Написано, что на 15 минут. То есть он совсем недавно здесь был. Вот это что-то с чем-то. Вот такая ракета в мультике была. Прямо в комнате у него стояла. Один в один. Такой же красный круг. Такие же звездочки. Я не Дим Димыч, но я тоже в нее помещаюсь. Немножко даже как будто бы похож на космонавта. Я ее тут порвал чуть-чуть. Надеюсь, он не заметит. И карта мира всего. О, тоже она в мультике была. Такая же абсолютно. Надеюсь, ему тут уютно. Вот мне, например, не особо. Ладно. Если песочные часы уже работали, то он наверняка тут где-то рядом. Наверное, скоро вернется в свою комнатку. Нужно уходить и рассказать Сафику. Не-не-не, стой. И подходи ко мне. Дим Димыч, пошел отсюда. Ты сломан. Тебя нужно починить. Я не сломан. Со мной все в порядке. Просто отойди. Нет, тебя нужно починить. Я вижу, что ты сломан. Сейчас я тебя починю, и ты будешь хорошо работать. Отойди от меня. Хватит вот эти твои приколы. Починю. Отошелся своей дрелью от меня. Я же говорю, не надо меня чинить. А ну нафиг отсюда, Ва. Отойди. Еле-еле от него смогу скользнуть. Нужно спрятаться. Это же огромное домище. Сто процентов есть какая-то норка. Вот. Все, посижу здесь пока. Блин, капец уже темно. Дай-ка попробую подлететь к окнам. Вот Дим Димыч. Прямо на втором этаже. Может быть, Сафик хотя бы в курсе. Сафик, прием. На меня только что напал Дим Димыч. Не знаешь, где он? Артем, Дим Димыч на втором этаже. Центрально-дальнем окне. Я тебя понял, Сафик. Это же мой шанс. Пока он стоит в другом дальнем углу, то я смогу аккуратненько сбежать. Главное найти выход. Сафик. Я тебя обучаю. Нет, нет, нет. Блин. Ребята, Артем не выходит на связь уже минут 20. Нужно, походу, его спасать. Ладно, надо сажать дрон. Капец уже темно, ребята. Просто черный экран. Не видно ничегошеньки. Давай, дрончик, иди сюда. Сазайте. Нет, садись. Все, ребята, нужно бежать спасать Артема. Где же мой Артем? Что же, где-то здесь? Ребята, мне даже страшно кричать. Потому что везде может быть опасность. Как же тут стрёмно одному. Это просто жесть. Блин, здесь кто-нибудь есть. Вот ты попался. Дим Димыч, мне капец. Попался. Починю. Починю. Ребята, пронесло. Спасибо, что здесь эта лестница есть. Так, чуть не попался, блин. Так, нужно, значит, идти туда. Если Дим Димыч пошел туда. Я пока ничего не понимаю в этом здании. Когда я летал на дроне последний раз, я видел, что на втором этаже есть какая-то комната. Где был Дим Димыч? Скорее всего, это его главная комната. И вероятнее всего, там находится Артем. Поэтому мне нужно пройти туда, на второй этаж. Вот эта комната. И прямо через это окно. Я видел Дим Димыча. В этой комнате ничего нет. Но когда я видел здрона, здесь было очень сильно светло. А сейчас здесь темнотище. Что? Артем? Видимо, в соседней комнате. Артем, я тебя спасу. Артем, Артем. Это ты? Ура. Дим Димыч поймал. Приковал. И у него тут пытка щекоточная. Это что, таймер? Когда он закончится, то она начнет щекотать меня. Время вышло. Сра. Что нужно? А, здесь ничего. О, монтировка. Я думаю, она мне подойдет. Артем, сейчас я тебя сниму. Я сломал цепь. Блин, дурацкая фигня. Она меня чуть до смерти не дощекотала. Дим Димыч где-то рядом. Давай быстрее сваливать. Стой. Ты его видишь? Нет. Тогда нужно бежать к машине. Дим Димыч. Сейчас на снежке, Артем. Получай. Получай. Давай, вали отсюда. Сваливаем, Артем. Аккуратно, Артем. Вот она машина. Я же еще подобрал фиксиков. Я их пытался отогреть в своем кармане, но они так и не превратились из болтиков в зверьков. Так давай их превратим. Ребята, если вы хотите, чтобы мы оживили фиксиков, например, Фаера, то обязательно под этим роликом соберите 70 тысяч лайков. Срочно уезжаем. Не-не-не, я за рулер, Артем, давай быстрее. Сваливаем. Вон Дим Димыч бежит. Сейчас как раз успеем к футбику. Все, ребята. А вы пока что тыкайте вот сюда и смотрите вот это вот поле. Тыкайте, ребята, пока мы едем, тыкайте. Невероятное видео. Субтитры сделал DimaTorzok